дорогие друзья с радостью хочу предоставить вашему вниманию канал королева романа это канал о путешествиях ребята если вы в своей жизни поставили свою цель посмотреть мир вам на этот канал здесь есть все это и аляска и колумбия и гавайские острова австралия тасмания как получить визы очень много информации ребята очень много канал заслуживает уважение он молодой еще активно развивается подписку на канал я уже оформил здесь есть график путешествий романа есть все социальные сети заходите смотрите учите чему-то новому роман организовывать группы путешествует по всеми по всему миру ссылка будет в описании просто заходите и смотрите ребят рекомендую настоятельно вам рекомендую и мы сейчас романом тоже путешествием по америке ссылка в описании вика давай работаем 30 бизнес сергея симонова собирать деньги фонтане чё ребята всем здорова всем привет америка на связи да да не удивляйтесь соединенные штаты америки ребята значит мы сейчас отправляемся из лос-анджелеса из пригорода лос-анджелеса в сан-франциско на машинах вот такой вот у нас мотель я так понимаю что он совсем не дорогой абсолютно даже можно сказать дешевый я вот вам хочу показать как он выглядит вот реально как в американских фильмах если смотрели да маленький бассейн два этажа вот такая небольшая парковочка какой-то сабвей там кафешка и все остальное то есть понятно сейчас покажем номер но понятно ребят вы поймите правильно здесь вот не прикол в том что это фешенебельный отель а это именно придорожный отель который дает возможность соответственно ну перебраться с точки а в точку б и там ночь переночевать там за копейки за какие-то я на самом деле реально очень рад да очень рад то что мне довелось вот пожить именно в таком придорожном мотеле вот так что вот так вот сейчас вот быстренько кофейку попьем и короче двигаем дальше я вам хочу сказать что конечно ребята мотель этот большой большой номер большие две кровати интернет есть гладильная доска телек короче вот ну такой вот показываю вам реально без прекрас все как есть холодильник я даже не знаю сколько он стоит этот номер ванна туалет ну в общем вот как то так ребята все по простому но по большому счету все так функционально функционально вся америка такая ребят да конечно есть пятизвездные отели но если вот такие ты вышел и все у тебя америка ладно пойдем пить в общем американский завтрак кофе сок тостер улыбка бесплатно банда в сборе короче сейчас поедем бороздить просторы соединенных штатов америки ребята все короче ребята все поехали вот мы двух машинах выдвигаемся в сторону сан-франциско спасибо нашему мотелю накормили напоили переночевали что еще нужно ребят все едем дальше сегодня уже потихонечку входим в такой в режим нормального такого как бы восприятие времени потому что 10 часов разница ребята просто так бесследно не проходит такие вот вот такие вот дороги у нас две рации общаемся короче повторяй давай все серьезно как блокбастерах самых крутых это очень характерная вещь конкретно для америки вот такой знаете красной нитью идет присутствие флага национального символа да вот почему бы у нас в россии не побольше бы не сделать вот таких вот тоже вот каких-то мест где просто был бы например наш российский флаг вот здесь я считаю что америка конечно воспитывает в своем населении именно патриотизм и любовь к родине но мы любим россию все равно ребята мы любим россию россии ребята а вот так вот выглядит американский хайвей вот дорога вот такой чешен из бетонная и я не знаю сколько тут разрешенная скорость в общем я короче перевел миль на километры но в среднем идем где-то 115 120 километров в час такие замечательные виды смотрите ребята холмы какие-то горы гористая местность интересно в общем одним словом едем санта-барбару да да не удивляйтесь ребята санта-барбара знаменитый сериал сейчас там посмотрим как там люди живут без нас ребята посмотрите какие виды замечательные до необычные горы сухая сухая трава такая потому что в калифорнии в основном ну жаркий такой климат поэтому очень много пожаров именно из-за сухой травы дороги как в принципе хорошие могу сказать немножко сейчас вот посвободнее стало на дороге от у был трафик вот около голливуда лос-анджелес было довольно плотно сейчас сами видите движение абсолютно такое спокойное нормальное движение гористая холмистая местность горы санта-моники вот первая остановка у нас будет именно в этом городе а так вообще держим путь до сан-франциско сейчас был первый указатель до сан-франциско сколько было 400 480 что ли миль вот что заметно характерно по дорогам америки мало знаков ребята очень мало знаков в плане вот например до какого-то города сколько километров да например там до бензоколонки сколько километров в отличие от европы в европе каждые 15-20 километров стоит знак ближайшая заправка 30 километров там ближайший населенный пункт столько-то километров здесь этого нет по крайней мере я этого не увидел вот не знаю плюс это минус но в общем вот такие вот у нас ощущения да ребят вот короче вставляешь у них лишь у них один пистолет на все эти вставляешь 8 по-другому оценивается октановое число стоит 285 за галлон ну там уже делите умножайте на свою валюту соответственно тут сначала оплатить да а потом некоторых можно сразу заправить там оплатить некоторых сначала оплатить все понял можно причем оплатить сразу карточкой здесь да но я не люблю роботов я всегда с этим с кассирами все взору тоже можно помыть лобовое стекло удобная штука видите да протрем немножко промоем чистенько все было дядя серёжа любит чистоту и порядок парень с гитарой вот тут много таких вот знаете вот интересных персонажей которые ну как-то живут что ли на своей волне я даже не знаю как это объяснить такие заправочки ребята что в россии сразу до взять фанильные давай попробуем это кофе с молоком опять же лотерея ребята везде продают видите а я вчера уже выиграл серьезно и зеленую карту выиграли не ну и зеленую карту я просто выиграл пять баксов монкомат есть даже на заправке речь зашла о политике да путин гуд царь да обама вот куда вот так да 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 ну передай привет я передам ему вот так ребята ясно все-таки мы немножко тоже тут такую профилактику и пропаганду проводим даже в америке ребята мы за россию россия вперед хочу ребята кто говорил что в америке нет стиля есть стиль фиолетовая машина фиолетовые кроссовки фиолетовые волосы ребят ну италия отдыхает ребята америка рулит на все круто ребята видели столько мустангов в одном месте теперь увидели вот они красавчики до габриолетики новенькие а сканера а я я ребята это тихий океан да да не удивляйтесь именно тихий притих тут да но погода такая виде тучки облачность небольшая а мы подъезжаем тем не менее к санта-барбаре ребята это в общем то мы приехали в санта-барбару смотрите есть к этот bird клиник здесь какие-то такие интересные да много собак вот это тоже тоже бросилась в глаза много диких обезьян ну вот видите немножко другая конечно архитектура отличается от архитектуры лос-анджелеса смотрите какие домики такие интересные да опять же машинки ребята обращайте внимание на детали много спортивных машин много купешек мэрсов много ребята вот такие домики да опять же кабриолет стоит ford mustang вот немножечко с вами прокатились по санта-барбаре ребята что ребята вот вам и санта-барбара вся в монетах усыпанная красиво комфортная погода для прогулок в принципе неплохо здорово нас тут короче родилась идея новая но в принципе мы ее вот крайнем видео тоже осветили покупаем наклейки на чемодан он сейчас купили такой вот американский флаг купили наклейку санта-барбары века берет магнитики вот ну в общем вот стандартно какие-то тут вот тоже не знаю видите открытки кепки санта-барбара майки в общем вот такая кепка сколько стоит 1595 санта-барбара майки санта-барбара по 1795 короче ребят собираем бабки смотри 30 рублей ну вот гляди сейчас на билет в музей насобираем вика давай работаем 30 бизнес сергея симонова собирать деньги фонтане при а придется давай 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 чё ты собираешь смотри какая-то цен вот еще какую-то старую нашли а что делать ребятам кризис кризис придется зарабатывать что оказалось это дело прибыльным и заразным короче ребят вы тут уже это всех ограбили это уже вандализм пошел это уже попахивает чем-то санта-барбара зашли короче в магазинчик дукатти ребята мотоциклы посмотреть ну и конечно показать вам нашим зрителям санта-барбара ребята да прикольно по африке да всего лишь берем блин да посмотрите сколько здесь аксессуаров разных до для мотоцикла на 25 23 уже стоит 23 до вот по африке все самое то ну знаю там негр с автоматом на перекрестке кстати смотрите ребят это вес по до вес по до такие почем 5 399 царте шлемаки какие перчатки зонты и смотрите сколько разных на hello смотрим да ребят смотрите какие-то разные для телефонов до для айфончиков там разные прикольно кстати вода моя самая любимая сан пили грина итальянской на дукатти старый какой-то стоит не может купить дукатти 999 и говорит что у тебя есть дукатти да ребята не забывайте да ссылочка на ромчика будет в описании этот человек показывает америку ребята глазами обычных людей которые живут здесь да посещаем такие места в которых ну просто вас ни одно туристическое агентство не привезет не покажет вам так что имейте ввиду вот это знаменитое место да в санта барбаре вот эти дельфины визитная карточка санта барбаре ребята ну и замечательный пляж где было снято множество замечательных фильмов посмотрите какая красота серфинг песочный пляж яхты и такая дорога вдоль тихого океана ребята вы бы хотели встретить старость здесь я не так ребята ну вот тут тоже смотрите такие небольшие бич хаус неплохо да оградки сейчас развернемся отельчик есть красота страшная сила посмотрите какая красотища вот именно вот этот как он пирс знаменитый да мы сейчас по нему тоже ребята с вами прогуляемся ребята сейчас пойдем на этот тот самый знаменитый пирс посмотрим как местные рыбаки ловят рыбу может быть выпьем чашечку кофе съедим сладкую булочку как вам вообще путешествие по америке нравится пишите в комментариях потому что вас ждет еще очень и очень много всего в том числе сан-франциск лас-вегас и куча-куча всего еще будет на нашем канале с ребята добра и позитива вам и вашим близким идем дальше супер ты прям сальвадор дали мужик серьезно ну прямо скажем ребята необычное место необычное конечно 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 мы же сюда зачем приехали вик вернуть доллары америки да да не удивляйтесь что ребята зашли тут местный аквариум посмотреть кто тут водится кита скаты небольшие шарк intelligible если 볼 Kings внуки наidamente смотри какая вау 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 мужчина погиблия а jakoню цик sia кохаровой а а этого можно есть какой хороший ребят в акулы гладили хоть раз в своей жизни а я гладил но понял тоже прикольно ли можно погладить о ребята какой он хорошенький короче да и пошел добро пошло ребята биггер да все понятно 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 а там что дальше спасибо здорово ребята это заросли тут тоже видите барбусы какие-то морские звезды и прикол в том то что можно все в принципе покупану потрогать руками ребят видите медузы тут тоже ракушки смотрите прикольно да ребят вот какой-то аквариум тоже с барбусами так а тут что вау как красиво крабы а можно посмотреть смотреть да то есть это надо поднимать тут короче крабы ребята я не могу можно так вот сейчас мы подмотаем ребята интересно сколько там этих крабов давайте я поставлю камеру ребята вот так вот поставим камеру час и попробую поднять все это дело наверх мотаем 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 никого там нету ни одного краба ребята нету видите пустая сетка никого а тут тоже много а а а здесь тоже много а понятно здесь посмотрим что это да а Нету крабов, ребята, нету. Какая красота. Медузы. Есть вот такие вот, ребята, медузы. Но это, похоже, ядовитые. Что, ребята, самое время перекусить, я думаю. Ресторан «Харбор». Погнали. Кальмары. Малыш, ты точно знаешь, что ты это хочешь? Ее нужно сфотографировать. Ну что? Диана, ты туда поместишься, если мы тебя накроем, я не знаю. Молодой растущий аварийный. Понятно. Ребята, на самом деле, вот тоже, если вы будете здесь, ну как-нибудь, если будете в Санта-Барбаре, вдруг вот как-нибудь заедете, да? Вот это отдельно. Имейте в виду, заказывайте блюда, ну или половину, или одно блюдо на двоих, потому что реально порции огромные. Конечно, все оформлено красиво, с орхидеями, я не знаю, там, с какими-то соусами, запахи здесь, ребята, просто, ну, вот так. Да, сидим, короче, под мачтой под какой-то, да? Замечательный вид. Как бы я ни принимала, я не смогу так хорошо идти. Потрясающе, короче, ребята, здорово, всем приятного аппетита, имейте в виду, просто порции реально очень большие, ну, посмотрим, сколько это будет стоить. Вот, собственно, чек 56,16, ну, как вы видите, все съели, все очень вкусно, вообще, респектовый ресторан, реально, ну, прям вкусно, вкусно. А мы едем дальше, погнали. Супер. Газ, газ, газ. Ну, газани, газку дай. Ну, просто. Давай еще. Супер, браво. Супер. Красавчик. Ребята, мы сейчас отправляемся из Санта-Барбары в сторону уже Сан-Франциско. Вот. То, о чем я вам говорил, ребята, везде, и, наверное, это огромный плюс Америки, то, что есть любовь к патриотизму, флаги, ребята, везде флаги. Вот, это, конечно, респект. А вообще, вот, на самом деле, вот сейчас еду, и показано, как будто бы, знаете, вот, как сказка какая-то, да, как вот из фильма из какого-то, из американского, да. Гуляют люди, музыка. Мы на американской машине. Ну, не знаю. Респектово, ребята, респектово. Здорово. Привет. Еще одна такая, ребята, достопримечательность Санта-Барбары. Вот, сейчас зайдем, посмотрим, что там внутри. Санта-Барбары. Санта-Барбара. Санта-Барбары. Да, вот такие вот интересные дороги, ребята. Ребята, а вот так растет калифорнийское вино. Вино. Да. Не знаю, ребят, говорят, вот киты есть, вот этот промежуток времени, но, конечно, увидеть их на скорости сложновато, конечно, но, тем не менее, все равно очень красиво. Уже пошла немножко другая Америка, то есть немножко другие ландшафты, но по-прежнему это пока еще Калифорния. Вот все выжжено солнцем, трава желтая, ну и, конечно, замечательные виды на Тихий океан, ребята. Как-то так. Погода радует. Ребят, и немножко, конечно, строения уже пошли. Другие такие прибрежные такие, знаете, какие-то хижины дяди Тома, что ли, типа того, знаете, вот типичная такая, да, типичная такая вот Америка прибрежная, да, то есть, опять же, везде присутствует американский флаг, национальный символ, вот, ну и, конечно же, какие-то магазинчики, крупные джипы, ну, чисто американская тема, ребят, смотрите. Прикольно, прикольно. Доски, видите, серфинг, вот, это все присуще именно такой вот при, брежный, прибрежный такой Америки. Пляж Песок, пальмы, сказка. Говорят, можно увидеть китов, вот именно в этой части. Вон, киты, 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 ребята, вон они, вон они, видите? Два, 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 вон пошли, вон он, вон, видишь? Да, 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 вон, прямо, прямо. Ребят, ну, китов мы, конечно, не нашли, но нашли вот, ребят, группу загорающих туристов. Я не знаю, с какого вы, ребята, государства? Леу, как вас зовут? Толстяки. Ага. Колбаски. И много их тут, ребята, много, смотрите. Чуденькие. Да, тушки такие, да, да, да. О, пошел, 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 смотри. Ага, ага. И самое главное, ребята, все на свободном выпасе. Вот так. Морды такие же, не смотрели. Прикольно, прикольно. Ага. Здорово. Это ведь так неоправданно. Да, не знаю. Но пукать в машине нельзя. Надо сказать тогда, извините. Да, ребят. Короче, посмотрели мы морских львов, которые загорали там на Тихом океане. Слонов. Слонов, львов, не знаю. Но потрясающие дороги, ребята. Конечно, в Америке вот в плане, что не отнять, конечно, это дороги. Ландшафты. Видите, какая туча такая. Мы сначала подумали, лес горит. Потом подумали, кто-то пукнул. А потом выяснилось, что это просто вот, ну, к дождю, короче. Облака. Облака. Трубку мира. Трубку мира. Да, посмотрите, какая красота. Какая красотища. А мы едем дальше, ребята. Ребята. Ребята, а вот и кит. Кит. Вон он идет. Прямо идет по курсу. Видите? Вот-вот-вот он. Прямо. Прямо идет кит. Или кашелот, я не знаю. Огромный. Огромный-огромный. Ребята, это большая удача на самом деле, потому что увидеть кита... Увидеть китае, это, ребята, это счастье. Это счастье. Это счастье. Это кит, кит, конечно. Ну, видно, что кит. Ну, что? Потрясающе, да. Да. Вот это да. А мы кита видели на Азорских островах и здесь, в Америке. Нет, ну, солнышко зашло. Это в область. Или кит, не знаю. Вообще, ебаный. Вот еще киты, ребята. Сейчас будет, сейчас будет, сейчас будет. Они же ныряют, потом какое-то время затаивают дыхание и... Выходят. Но они идут в эту сторону. Ну, смотри, сейчас вот спокойно все, спокойно, да? А там они дышали прям, три, три было этих фонтана больших. Сейчас будет, будет, будет. Но мне кажется, они туда идут. Мне кажется, туда они идут. Вон, вон еще один. Вон фонтан. А, да, да, да. Вон поближе. Да, 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 да. В общем, в любом случае, ребята, мы видели китов. Это сто процентов. Конечно, камера, может, так не передает, но... Да, все, видишь, нету фонтана. И ушли. И ушли, да. И ветра нету, ничего нету ведь, да? Да. Такого-то. И все, они, видно, нырнули на глубину. Да, интересно. Это сто пудов один. Но там просто большой фонтан был прям, я не знаю, там метр на два, наверное. Да, 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 огромный прям. Главное, три увидели с той стороны. Здорово. Мост, ребята, интересный тоже. Я так понимаю, что на многих открытках есть. Да? Надеюсь, он не деревянный. Американский. Когда вне дома. Идет какой-то ремонт дороги. Но, тем не менее. И, тем не менее, мы по этому мосту с вами проехали, ребята. И Тихий океан. И тишина. Да, ребята, вот такой вот тоже замечательный мостик интересный. Каньон. Пляж. Здорово. Посмотрите, да. Угу. Ну, и на реке Таро, я думаю, покруче будет, да? Ну, в смысле, глубина побольше. А так неплохо смотрится. Городок заехали в Монтеррей. Прямо на берегу океана. Какая колбойская улица. Даже не знаю. Такая очень интересная. Люди гуляют. Мичурук. Кобойц пошел. Да. Здорово. Красивый город, ребята. Очень красивый. Ну, уже вечер, как бы, да? Народ гуляет. Магазинчики. Ресторанчики, кафешки. Сувенирчики. Вот какой-то магазик тоже интересный. Смотрите, здесь все. Музыкальная тема, короче говоря, да? Диски, гитары. Бэтмен. Боб Дилан, блин. Вот. Все можно купить. Картины, видите? Смотрите. 695 долларов. Обалдеть можно, да? Флэш. 5995 с подписью Боба Дилана. Вот так вот. Круто. Есть еще поменьше. За 245 с подписью. Оригинал. Короче, ребята, смотрите. Какие классные штуки. Что взяли? Это постеры, да? Да. Это что? Ice Cube. Ice Cube. Так, так. Держи. Дальше что? Куш. Помню, да, конечно. Круто. Большой куш, да? Ну-ка. Так, тут все. McQueen, да. Джанго. Джанго, да. Здорово. Ну что? Поздравляю. Ну что, погнали, да? Да, погнали. Ну ладно, ребята, что, на этой чудной ноте, наверное, закончим этот ролик, да? И плавно будем отдыхать, потому что сегодня день насыщенный, да и ролик длинный, ребят. Вот, сегодня и тачки, и акулы, блин, и киты, и, короче, морские львы. Все, ребятки, продолжение следует. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. Монтерей рулит, США рулит. Россию матушка, не продадим ни за что. Любим тебя. Чао, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин